МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеши. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи полицейские проверили, кто и что строит особое внимание иностранным рабочим. В Сочи задержан мужчина, который бежал от рабства. Он незаконно пересек российско-абхазскую границу вброд через реку. Откуда в домах берется вода, выяснили специалисты водоканала. На Светлане обнаружено около 400 нарушений. Сочинские каратисты будут защищать честь страны на чемпионате Европы. Сейчас местные спортсмены вместе с национальной сборной активно тренируются. Больше 40 тысяч патентов на работу выдали иностранцам на Кубани за минувший год. В основном это мигранты из Украины, Узбекистана и Таджикистана. За год было выявлено 1700 случаев нарушения миграционного законодательства. Эту проблему Вениамин Кондратьев накануне поднял на краевом совбезе. Строительные площадки Краснодарского края отлично подойдут для изучения географии. На них можно встретить выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Меньше всего – россиян. Одним из лидеров по количеству трудовых мигрантов в регионе является Новороссийск. За два месяца в рейдах по выявлению нелегальных иностранцев в городе проверили 10 тысяч человек. На одну из стройк многоквартирного дома в городе Героя сегодня нагрянула высокопоставленная проверка. Увидеть губернатора, начальников краевых управлений ФСБ и полиции работники явно не ожидали. На этом объекте нарушений не оказалось. Все мигранты трудятся легально с патентами, хотя еще полгода назад здесь нашли 11 граждан Узбекистана. Все они были без разрешительных документов. Застройщик попытался переложить вину на подрядчиков. Мы с теми подрядными организациями, с которыми работаем, они уже на рынке 5-6 лет. Рабочих, которых они привлекают, вот постоянные у нас, они по 10-12 лет уже тоже приезжают, постоянные специалисты. Это просто мы дополнительно привлекали людей, подрядные организации. Она себя в Краснодаре хорошо зарекомендовала, попросили их увеличить здесь людей, привлечь. И вот на момент того, как у нас на объекте появились эти 11 человек, и с ними обсуждался вопрос привлечения их на работе, был рейд, и вот выявили хорошо вовремя. Давайте договоримся, что за подрядчиков, за тех рабочих, которые работают, у подрядчиков, которых они привлекают, отвечает заказчик. По-другому, по-другому порядок не наведем. Кто-то должен один в целом отвечать за стройку. Потому что у подрядчика, конечно, есть субподрядчик. Каждому субподрядчику мы полицейского не приставим. Поэтому здесь заказчик так все отвечает. Вот ответственность работодателя пока не будет жесткой, и жесткие меры по отношению к нему применяться не будут. Мы будем иметь 11, 12, 15 и непонятно сколько вот таких нелегальных рабочих. Краснодарский край – четвертый регион в России по объемам предоставленных мигрантам трудовых патентов. В прошлом году их выдали 42 тысячи. Однако по оценке кубанской полиции эта цифра на самом деле должна быть больше в два раза. Скрывать иностранцев, незаконно находящихся на Кубани, помогают местные бизнесмены. Одним из основных факторов, влияющих на приток мигрантов в регион, является ориентированность работодателей на дешевую иностранную рабочую силу, а также деятельность различного рода посредников. На заседании Краевого оперативного штаба губернатор потребовал от своих заместителей усилить борьбу с незаконной миграцией. Если власть захочет найти контакт и поставить заслон, и договориться, если хотите, с бизнесом, или поставить жесткие условия бизнесу, потому что это бизнес, в первую очередь, который обеспечивает рабочими местами нелегальных мигрантов. Что этого быть не должно, этого не будет. А если ведутся какие-то соглашательские моменты между властью и бизнесом, конечно, мы будем иметь нелегальных мигрантов. А коллеги погонок будут выявлять, кто у вас отвечает за это направление. Поставьте задачу не просто в кабинете мониторить, а с выезда он каждую неделю должен быть в каком-то районе. И реально посмотреть, допустим, на ситуацию не из Краевого кабинета, а на земле. Жестко подходить к требованию и смотреть не потому, что выявили случай, а потом сделать так, чтобы последствия от выявленного случая аукнули и бизнесу, бизнесмену, и в том числе тем, кто с ним взаимодействует со стороны уже власти. Размер максимального штрафа для работодателя за нелегального мигранта сегодня составляет 800 тысяч рублей. Однако бизнесмены все равно идут на риск. Поэтому необходимо ужесточать не только миграционный контроль, но и наказание для тех, кто приглашает зарубежных граждан к себе на заработки. Мы сколько угодно можем выписывать штрафов, сколько угодно раз собираться, но этот процесс никогда не остановится, пока работодатель будет приглашать нелегальных мигрантов для нелегальной работы. Первая ответственность работодателя. Я еще раз подчеркиваю, не будет работы у нелегальных мигрантов, никто туда не приедет. Будет работа, конечно, они сюда поедут. Вот и все. Как на рынке спрос рождает предложение. Вот мы должны сделать так, чтобы невыгодно, еще раз подчеркиваю, невыгодно работодателям было прибегать к услугам нелегальных мигрантов. Говорили в том числе и о введении обязательной регистрации иностранных граждан. Сейчас достаточно, чтобы принимающая сторона отправила по почте уведомления о постановке на миграционный учет. И не факт, что работодатель внесет в список всех, кто приехал на заработки из-за рубежа. Чтобы озвученные инициативы воплотились в жизнь, необходимо усовершенствовать миграционное законодательство в целом. Спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко поддержал идею Вениамина Кондратьева подготовить предложение в Государственную Думу. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Новороссийск. Во время рабочей поездки в Новороссийск Вениамин Кондратьев посетил морской университет имени адмирала Ушакова. Глава региона пообщался с курсантами и преподавателями вуза и осмотрел учебные классы. В аудиториях установлены комплексы тренажеров, которые имитируют судовое оборудование, в том числе и симулятор управления кораблем. Как отметил губернатор, сегодня это важно для того, чтобы курсанты получали не только теоретические знания, но и практические навыки. Всего сегодня в морском университете обучаются более 7 тысяч человек по 30 различным специальностям. Перспективы развития Каневского района обсудили в муниципалитете. Туда с рабочей поездкой отправился глава региона. Сегодня основной вектор развития территории – сельское хозяйство, затем следует промышленность, розничная торговля, строительство и транспорт. Губернатор посетил ряд сельхозпредприятий и социальные объекты муниципалитета. А после, по традиции, на встрече с активом района обсудил развитие экономики. Участие в совещании также приняли заместитель главы региона, представители краевых министерств и ведомств. В Сочи полицейские провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. Были проверены строительные объекты города-курорта. В ходе рейдов сотрудники отдела по вопросам миграции устанавливали личности иностранных граждан, проверяли документы, а также возможное незаконное их пребывание на территории России. Проверку вели по базе данных МВД. Один из иностранцев предъявил документ с временной регистрацией в центральном районе, однако по данному адресу он не прожил ни дня. А это уже признаки состава преступления, предусмотренного 322 статьей Уголовного кодекса. Речь идет о фиктивной регистрации. В прошлом году выявлено более 80 таких нарушений. Возбуждено 11 уголовных дел. Составлено порядка 3000 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Такие рейдовые мероприятия будут проходить и впредь на территории всего Большого Сочи. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о нарушении миграционного законодательства, сразу же сообщать в полицию по телефону 02. В Сочи задержан мужчина, который бежал от рабства. Он незаконно пересек российско-абхазскую границу вброд через реку. Встретившим его на другом берегу в районе Нижней Шиловки по граничникам, нарушитель признался, что рвался к свободе. Мужчина рассказал, что якобы год назад его буквально взяли в рабство жители соседнего государства. Они забрали у него документы и заставили трудиться на частной стройке. Сбежать от рабовладельцев помогли соседи. Мужчина сразу направился домой в Россию, правда, через пограничную реку в обход пункта пропуска. Соответствуют ли действительности его показания, предстоит выяснить компетентным органам. По факту незаконного пересечения госграницы рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пересек полосу и вот наказание. ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Яна Фабрициуса. По предварительным данным, 51-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», игнорируя сплошную разметку, выехал на полосу встречного движения. Ему навстречу влетела «Шкода Рапид» под управлением 42-летнего местного жителя. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, что и уберегло их от повреждений. В Сочи на время проведения инвестиционного форума изменят схему движения транспорта. Ограничения будут действовать вперед с 18 часов 13 февраля до 22 часов 16 февраля. Изменения коснутся участков дорог в Амеретинской низменности на Олимпийском проспекте между улицами Триумфальной и Казачьей, улицах журналистов между Триумфальной и Казачьей и улицей Губернской между Морским бульваром и Олимпийским проспектом. Объехать эти участки можно будет согласно утвержденной схеме по улицам Триумфальной, перспективной Казачьей морскому бульвару. Проект по развитию горнолыжных территорий Красной Поляны готов. Планы по расширению зоны катания, увеличению протяженности трасс обсудили и с сочинцами на общественных слушаниях. У горожан и экологов возникло немало замечаний к проектировщикам. Сегодня члены Комитета по охране окружающей среды городского собрания переадресовали вопросы главным инженерам проекта. С этой целью организовали телемост с Санкт-Петербургом. Первое, что беспокоит городскую общественность, это вопрос экологического контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды. Ведь на месте планируемых работ по расширению зоны катания произрастают краснокнижные растения. Инженеры и проектировщики компании «Газпромсоцинвест» спешат успокоить. В проекте по развитию горнолыжных трасс предусмотрены мероприятия по пересадке редких растений. Определены и места. Специалисты, представляющие интересы владельцев горнолыжных курортов, подчеркнули – разработанный проект рекультивации земли. Сочинская общественность совместно с экологами-экспертами высказала о пожелании провести собственную оценку воздействия на окружающую среду. Ко всему прочему, проект должен пройти государственную экологическую экспертизу, что считается обязательным при проектировании на особо охраняемых природных территориях. Если мы сегодня удовлетворим друг друга, то есть мы не увидим рисков особых, или увидим какую-то проблему, которую не хотят решать или не могут решать, конечно, по закону мы два месяца можем обсуждать в различных формах. Это в интересах города. Сохранение окружающей среды – это очень важно. Потом отдадим это и общественности, и специалистам, для того, чтобы мы могли четко сказать, да, это нужно, но это не вредит. Один из главных вопросов сегодня будет поставлен о допуске нашей рабочей группы на период строительства туда для осуществления контроля. Второй вопрос, который обсудили участники «Круглого стола», это введение единого скипаса на курортах Красной Поляны и, соответственно, объединение горнолыжных курортов. Все эти меры, как и расширение зоны катания, призваны увеличить турпотоки. Здесь общественность интересует, какую пользу от масштабных проектов получит непосредственно город. По результатам, в том числе этого телемоста с разработчиками и главными инженерами проекта по развитию горнолыжных территорий Красной Поляны, в городе пройдут общественные слушания. Около 400 нарушений абонентами правил водоснабжения и водоотведения было выявлено во время массового рейда. Его провели специалисты МУП «Водоканал» в микрорайоне Светлана. 120 сотрудников МУП «Водоканал» выходят в большой рейд. В списке более десятка улиц, ведь микрорайон Светлана – один из самых проблемных в плане соблюдения правил водоснабжения и водоотведения. Задача – обследовать частные многоквартирные дома и новостройки. Вот одна из них – ЖК «Рио». Инспекторы водоканала обнаруживают водопроводные трубы, ведущие прямо к месту строительства, и спрятаны в строительном мусоре шланг, с помощью которого наполняются емкости с водой. «Специально загородили, откуда они вытаскивали шланг, загородили грязной картонкой». На месте был составлен акт о незаконном водоиспользовании. Потайную трубу отрезали, застройщику будет предъявлен штраф. «Выписывается данному представителю застройки о самовольном подключении. Вследствие чего будет выставлен штраф МУП «Водоканал». После чего абоненту данному будет выдано предписание на оформление объекта в законном порядке для водоснабжения». Всего же во время массовой проверки было выявлено около 400 нарушений правил водоснабжения и водоотведения. Поэтому такие рейды будут обязательно проведены во всех районах Сочи, в том числе и отдаленных. Только так можно навести порядок в этой важной сфере коммунального хозяйства. К слову, с 1 января в Сочи началась реализация инвестиционной программы «МУП «Водоканал» по развитию централизованных сетей водоснабжения и водоотведения. Она рассчитана до 2022 года. Сочинские каратисты будут защищать честь страны на предстоящем чемпионате Европы. На курорте он пройдет с 1 по 4 февраля. Сейчас местные спортсмены вместе с остальными членами национальной сборной команды России по карате активно тренируются. Сборы также проходят на курорте. На татаме молодежная сборная России спортсменам от 14 до 20 лет. Это первые и вторые номера финалисты всероссийских отборочных соревнований. Среди сильнейших и сочинка Лиана Имнадзе – 17-летняя каратистка, воспитанница городской спортшколы номер один. В национальную сборную она попала в 14 благодаря победе на чемпионате мира. Рассчитывать на золотую медаль, отмечают тренеры, Лиана может и на предстоящем первенстве Европы. Чемпионат проходит в нашей стране, в городе. На всех возлагается большая ответственность. Для меня это большое счастье, что я могу представлять свою страну, город. У себя родные стены дают огромную поддержку, моральный настрой. Все больше эмоций, чувства, все прям обостряется. Под руководством таких тренеров сложно не взять какую-то медаль. Пока же на сборах необходимо выстроить правильную тактику, говорит сочинка. В отличие от других единоборств Японии, к примеру, джиу-джитсу или дзюдо, которые предполагают борьбу и удушающие приемы, в карате степень контакта между участниками схватки минимальна, а для сокрушения противника используются мощные удары руками и ногами. Защиту с нападением и отрабатывают члены национальной сборной. Активно тренируемся на замечательной базе в экспорт и стараемся стать сильнее, лучше. Конечно, лидеры и европейского мирового карате – это итальянцы, французы, испанцы. Поэтому наши ребята создают конкурентную борьбу и мы надеемся на самые высокие результаты. Чемпионат Европы по карате состоится в Сочи с 1 по 4 февраля. Болеть за своих приедут родственники каратистов со всех уголков страны. Для сочинских же спортсменов это возможность увидеть лучшие тактики европейского карате. Медицинский центр «Армет» готовится отметить семилетие. Это многопрофильное учреждение оснащено современным оборудованием. Здесь стараются внедрять передовые достижения мировой медицины в области диагностики и лечения. Не четыре, а шесть этажей. Клиника стала больше и сейчас доктора осваивают новые кабинеты. Практически в каждом установлено современное медицинское оборудование экспертного класса. Это аппараты для эндоскопии, УЗИ, КТ, МРТ, маммографии. Например, рентгеновские снимки здесь не проявляют. Изображение оцифровано и может быть записано на диск. Приезжают и специалисты из других регионов России. Ежедневно прием в центре ведут более 50 докторов по различным направлениям. В том числе это кардиологи, онкологи, урологи, гастроэнтерологи, лор-врачи. Мы считаем, что на настоящий момент в нашем центре собраны ведущие специалисты со всего города. Объем посещений, который растет с каждым днем в медицинском центре «Армет», конечно, говорит о том, что все специалисты являются востребованными. Пациенты приглашаются строго по времени, поэтому ожиданий в очередях у кабинетов практически нет. Лечение здесь могут получить и взрослые, и дети. Чтобы сделать обслуживание более удобным, с февраля центр будет работать без выходных. Наша клиника будет 7 дней открыта для пациента. Также мы планируем открыть дополнительные кабинеты, операционный блок, расширить диагностику и лечение новыми аппаратами. С 2018 года наша клиника будет выполнять определенные услуги в рамках программ обязательного медицинского страхования. Таким образом, наш центр станет доступнее для всех жителей, горожан и отдыхающих города Сочи. А в честь дня рождения в течение трех дней в клинике всем пациентам будет предоставляться скидка в размере 7%. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...